Проект по благоустройству двора давно готов. Средства выделены и даже проведена часть работы. Ранее эта территория выглядела как заброшенный пустырь. Здесь находились более 60 гаражей. Большинство из них снесли по согласию собственников. Однако осталось 7 объектов, которые незаконно оформили частную собственность на землю. Владельцы участка выступают против сноса конструкции. Этой землей владеют все собственники этого жилья. Они тоже владельцы этой земли. То есть те, которые гаражи убрали, у них тоже земля была. Они владельцы. Такие же. Суть в том, что рано или поздно этот гараж мы уберем. Суд посмотрит ваши документы, дадут правовую экспертизу вашим документам и примет соответствующее решение согласно закону. И что вы будете делать дальше? Вы просто сейчас тормозите все работы, которые здесь хотим мы сделать. Как тормозим? Хорошо, обойдем мы ваши гаражи. Дальше что? Обойдем. Дальше гаража будет. Поставим детскую площадку, поставим вокруг бордюра. Как вы будете эксплуатировать свой гараж дальше? Смело. Вертолет куплю. Гаражи стоят прямо посередине двора, где могла бы быть детская или спортивная площадка, скамейки и деревья. Если металлические конструкции не будут снесены, реализовать проект в полном объеме не удастся. Здесь достаточно интересный, хороший проект. Это самый большой, самый интересный с точки зрения благоустройства двор. Здесь даже предусмотрен небольшой амфитеатр, сцена, большая детская зона, спортивная зона отдельная. Это достаточно интересное решение. И не хотелось бы, чтобы из-за нескольких гаражей это все не реализовалось. По данному факту собраны материалы, они переданы в суд. Сейчас ожидается решение по демонтажу. Кроме того, многие жильцы дома жалуются на медленный темп работ. Суподрядчик, в обязательство которого входит укладка инженерных сетей, приостановил работы по неясным причинам. Если сегодня, красть завтра, если не приступят здесь, расторгайте договор и все, и другие суда подводите. Правильно возмущается? По тематам Ханапова, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Дербент.